Виктор Петрович, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Новороссия стала сейчас, сегодня и уже на протяжении довольно длинного, большого отрезка времени частью нашей жизни. И мы каждый день смотрим новости, сострадаем, соболезнуем, может быть даже где-то немножко стали привыкать. Но тем не менее мы понимаем, что там происходит что-то очень важное для русского мира. Это не только часть нашей реальности сегодняшней, но это еще и некий взгляд в будущее, потому что это там под взрывы снарядов, под стоны умирающих и раненых, под вопли женщин, которые живут непонятно между смертью и жизнью, между небом и землей, которые вынуждены терпеть такие лишения. Происходит что-то важное для русского мира, очевидно, для всего русского мира и для самой России тоже. Это новое мне недавно в разговоре сообщила Елена Николаевна Никитина, министр информации ДНР, которая сказала, что неким странным, таинственным образом, необъяснимым, военная обстановка смыла, как волной, смыла гламур. Смыла попсу. Все как бы очистилось, и сегодня даже рэп, даже такие современные молодежные формы музыки, они носят глубокий патриотический характер. Вам, как руководителю комиссии по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, и, конечно, человеку очень хорошо знающему реальность ДНР и ЛНР и вот всю эту историю. Все-таки, как вы видите, что там строится? Не только ведь война. Люди ведь живут еще. Люди думают о том, какой станет эта часть русского мира после того, как однажды война закончится. Для многих, как вы сказали, это жизнь, это уже что-то новостное. Каждый день мы слышим, сколько выстрелов, сколько взорвало, сколько погибло людей. И все. Общество привыкает, что где-то идет рядом война. А для меня это более трагедия, потому что там мои люди. Мои люди, потому что я 13 лет был атаманом Севеликого войска Донского. А территория Луганской и Донецкой области испокон веков всегда была территорией войска Донского. И только в 1922 году Ленин, Совет Народных Комиссаров, принял решение в декабре 1922 года об аннексии части территории войска Донского, передачи их в новосоздаваемую по СССР. И на нашей территории были образованы Луганская и Донецкая области. И там всю жизнь жили и работали донские казаки. У нас нет границ. И не существовало ни во времена Советского Союза, ни во времена распада Советского Союза. Всю жизнь мы жили одной семьей. Семья одна на ту сторону границы, другая на эту сторону. То есть граница прошла через семьи. Я снова возвращаюсь к казачьему движению. Сегодня тоже были общественные, государственные, деления, дробления. Но когда случилась такая беда, то мы все едины сегодня. Мы объединились. Мы завершили межусобные распри, какие-то конфликты. И сегодня общество в Новороссии, жители, они могли бы уже все уехать. Кто-то в Россию, кто-то в Европу, но они остались там. Большинство остались. И большинство сегодня возвращается. Возвращается для того, чтобы... То, что сказала Никитина, это вот маленький айсберг того, что проснулось сегодня в сознании людей. Что на них сегодня возложена миссия. Определенная миссия Господом Богом в 21 веке не только бороться с фашизмом. Это одно из направлений. А именно положить конец той грязи, тому негативу, который происходит вокруг русского мира. Вокруг православия, вокруг духовности. И молодые ребята, которые сегодня учатся в старших классах, студенты, там работают в ВУЗы. Я в этих ВУЗах бываю. Я как ездил все эти 13 лет, я и приезжаю туда. И когда мне этот режим говорит, что вот я нарушаю там такие границы, паспортный режим, персональный град и все остальное. Я как ездил туда, это моя земля, я как ездил своим братьям и езжу туда, чтобы им помочь. Чтобы посмотреть, как они живут. Что необходимо сегодня сделать, чтобы вот та эскалация сил и средств, которая вокруг Новороссии, она все-таки практически не нашла свое применение. Потому что это снова будет то, что было в феврале, марте, апреле. Это будет Дебальцево, это будет Торес, это Саур-Могила. Это десятки тысяч молодых украинских парней, которые прибыли с Винницы, с Ужгорода, с Тернополя. Для Львова, Сумского, Харьковска, Полтавска. Это территории России, Руси, вот, той древней. А они нашли свое покоение на своей же земле, на которую пришли с оружием. И это возраст 18-20 лет. И когда я смотрю на те сводки, которые говорит Генштаб Украины, это просто кощунство перед семьями, которые потеряли своего сына. Когда говорят, что да вот полторы тысячи или за все это время молодых ребят ушло в Россию, ну, стали дезертирами. Они погибшие. В том числе, часть из них уничтожена заградительными батальонами Айдар, Азов, Днепр. Викторыч, я вот хотел уточнить, каков примерно процент людей, считающих себя казаками? Из населения Новороссии, вот, в которых живает вот эта историческая память. Луганская область, это около 80%, Донецкая 60-65%. То есть большинство населения. Я здесь вспоминаю, как раз вы вспомнили 20-е годы, когда все это произошло, вот это искусственное разделение, то Троцкий в специальном постановлении, посвященном казачеству, писал «Уничтожить под нож всех до единого, поскольку это единственная часть русского народа, способная к самоорганизации». И вот мне кажется, что вот это удивительное соединение двух вещей, с одной стороны территории с высочайшей плотностью казачьего присутствия, присутствие казачества, того, конечно, которое уцелело, уцелело после огромных и страшных волн рассеяния, после гражданской войны и революции 1917 года. А с другой стороны возникновение этого очага напряженности, военной, военно-политической напряженности. Ведь мы не будем забывать, что Запад нанес удар по России и по русскому миру. И они прекрасно понимали, что Россия является правопреемственницей СССР. То есть фактически они понимали, что они наносят удар по стране, которая является одной из победительниц во Второй мировой войне. Раз. И она является ядерной державой. Но наносится именно в эту точку. В ту точку, где высочайшая концентрация традиционного преемственного казачества. Вопрос. В этом смысле, может быть, Господь Бог так и повелел, что именно здесь, в этой точке, будет формироваться зерна русского будущего. То есть здесь, под этим страшным давлением, в этих невыносимых порой условиях, действительно происходит какое-то очищение. И, может быть, будут решаться те вопросы, которые предстоят и всему русскому миру решать. Вопросы восстановления социальной справедливости, вопросы очищения от коррупции, вопросы наведения порядка во всех основных сферах социальной жизни. Мы страшно проигрываем в образовании, в воспитании. У нас, с моей точки зрения, творятся очень и очень опасные для России вещи в средствах массовой информации и так далее. Это огромный комплекс вопросов. Фактически все стороны нашей жизни так или иначе надо преобразовывать. И, может быть, действительно под этим давлением в Новороссии начнется этот процесс? Самоорганизация моментально произошла, как только взорвался первый снаряд. Десятки, сотни, тысяч казахов, где бы и не были. Я встречал потомка казахов, который прибыл из далекого Парагвая. Прибыл. Почему? Потому что его род в станице Луганской. Зов сердца. Он приехал защищать свою землю. Приехали люди, которых предки уходили вместе с Урангелем в сторону Сербии. И когда говорили, что вот там воюют сербы на территории ДНР или ЛНР, украинские СМИ немножко ошибаются. Это как раз потомки. У них есть кровь тех своих предков, которые остались там, ушли с нашей территории и до сих пор живут на этой земле. Ведь в 38 странах мощные, сильные казачьи организации дальнего зарубежья. И, естественно, Америка, нанося этот удар, она немножко знает лучше историю, в том числе, чем наши граждане. Намного лучше знают все, что происходило до того, на чем строится сила России, именно на тех духовных пластах, которые уходят в поколение. И они знали, что вот здесь живут концентрации тех людей, которые всегда были воинами. И сегодня я, как Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, я как раз и являюсь той генерирующей системой, реструктурой, через которую происходят в том числе события в Новороссии по единению консолидации наших людей, которые были разбросаны по всему миру. Поэтому, когда кто-то поджег этот фитиль, мы знаем, кто поджег, Газдеп и вся эта масонская ложа, то они просчитались. Потому что в Красновороссии сегодня не только идет очищение самосознания людей, не только изменение мира, геополитики, а идет переформатированное сознание людей, что завтра они будут являться проводниками новой идеи, новой России. И это очень здорово. Это очень здорово. И мне кажется, что сегодня и для самой России Новороссия важна не только как объект попечения, то есть объект защиты наших братьев. Потому что помимо темы казачества есть еще тема русскости. И русские испытывают те же самые чувства. Но именно там, в этой казачьей вольнице, в этом историческом казачьем материке формируется, мне кажется, то главное, что сейчас России больше всего нужно и президенту нашему больше всего нужно. Это новое отношение к идее служения. Потому что казачество всегда было основой служения. И, собственно говоря, возникла вся его история, пронизана духом служения. А сейчас, когда по России расползлась вся вот эта нечисть гламурная, когда Запад через рухнувший железный занавес хлынула в волна порока, разнузданного, самого мерзкого, когда, к сожалению, сейчас еще никак государство не усмирит эту волну, она еще растекается во все стороны. Пытаются там где-то как-то немножко там, но такого глобального стратегического решения по-прежнему нет. Нужны, очевидно, такие площадки. Вот я, опять-таки, могу быть сейчас неточным в терминах, но мне кажется, это вот то место в Новороссии, с которого начнется очищение. Очищение – это элемент жизни нашего будущего. Для меня, чтобы сегодня там не рвались снаряды и не убивали мирных граждан, моих братьев не убивали. Для меня это самое главное. Вот там уже есть стычки сегодня между нацбатальонами и наемниками из, к сожалению, Болгарии, братская наша страна. Славяне, да. Да, Болгария, Швеция, Германия, Австрия. Там каждой твари по паре набежали туда для того, чтобы на нашей земле, на крови двух братьев, украинцев и русских, да, единый народ, православный, славянский народ, вот эти сумасшедшие отрабатывают методику будущих войн по команде из Госдепа. Так вот, уже были стычки между батальонами Айдар, Азов и вот этими наемниками, инструкторами. Вот для меня огромная радость и желание, чтобы они там между собой воевали. И чтобы эта нечисть, эти фашисты, друг друга там переколотили. И они еще раз, их в 42-45, там они нашли свое место в нашей земле. Пусть они и сейчас, в 2015 году найдут свое место. А в принципе, вы правы, то, что сегодня, вот те процессы, которые происходят сегодня в Новороссии, они важны сегодня для каждого из нас. Для тех людей, которые смотрят и видят, что нам нельзя, это у нас за нашим забором. Вот наши ворота. Наши ворота открыты сегодня. Но они открыты, и все это может клинуть сюда, к нам, нечисть. И то, что сегодня происходит в нашем обществе здесь, то этому необходимо ставить жесткий заслон.